Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Данное видео, которое вы сейчас, я надеюсь, посмотрите, было вообще-то записано для другого канала, совесть и подлость, но поскольку его YouTube заблокировал временно, то есть, так сказать, бан сделал сначала за одно моё видео на неделю, потом за другое моё видео дней на 20, и, собственно говоря, даже на днях удалил ещё одно видео, которое на этом маленьком канале, 20 там с чем-то тысяч подписчиков, более 110 тысяч набрало просмотров. Удалили. Поэтому публикую данное видео здесь, я надеюсь, вы его всё-таки оцените, поверьте мне. Это для каждого человека, вне зависимости от того, понимает он это или нет, очень важно. Это лекция профессора Попова по самым основополагающим вопросам бытия, по крайней мере, существования человеческого общества. От чего мы ушли, к чему мы должны неизбежно прийти. Всё совершенно научно обосновано, это никакое не мнение, это знание. А мнения людей здесь совершенно не имеют никакого значения. Имеет значение только истина. Посмотрите это видео, перешлите его другим. Оно очень важное. Итак, первое видео я публикую сейчас на главном канале, а уже второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, а их будет всего шесть частей, будут, скорее всего, я надеюсь, опубликованы на моём втором канале «Совесть и подлость». Ну, разумеется, в телеграм-канале. О чём я вас хочу ещё кратко предупредить. Не судите строго, запись была через программу видео захвата, местами не очень хороший, может быть, звук, хотя мой помощник его максимально, насколько это возможно, подкорректировал. Если есть какие-то технические иного рода огрехи, вы уж извините. В самом конце видео были ответы на вопросы. И эти ответы на вопросы не будут сейчас размещены на этом канале, а будет на втором моём телеграм-канале, который называется «Совесть и подлость». Вот там выйдут ответы на вопросы под первую часть данного видео. Ну, а сегодняшнее видео – это первое из шести частей лекции профессора Попова, которое называется «Всеобщие противоречия развития социализма». Если вы не уверены, хотите бы посмотреть данное видео или нет, не напрасно ли вы потратите своё время, то под этим видео будет краткое описание, о чём будет это видео. Прочтите и тогда смотрите. Но я, уверяю вас, искренне от души, советую вам посмотреть видео целиком. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня особое видео, первое рубрики, которую вам предложат и сейчас представит Михаил Васильевич Попов. А я передаю ему слово. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Игорь Андреевич. Здравствуйте, товарищи. Ну что ж, Михаил Васильевич, тогда давайте прямо, что называется, сразу приступим к теме. Какую мы с вами тему сегодня рассмотрим? И расскажите пару слов, что это будет не просто одно видео, а несколько и о чём? Ведь я подполагаю, это очень важная и, может быть, одна из самых главных тем, которую людям сегодня особенно стоило бы понять и услышать. Мы договорились с Игорем Андреевичем, что у нас будет теоретическая спецоперация. Мы не просто будем выступать по этой, по этой, по этой, так можно бесконечно выступать по разным вопросам. А речь идет о том, что вообще наука-то добыла какие-то знания и может эти знания привести в систему. Вот спрашивают там про социализм, про коммунизм, как они связаны, какое строительство, что хорошего, что плохого, почему появились такие-то явления. Вот я хочу предложить тот курс, который основан на моей докторской диссертации, которая была успешно защищена в институте, сначала у нас в университете, потом в институте философии Академии Новгородского СССР, и которая была посвящена противоречиям развития социализма. Диссертация называлась «Полномерное разрешение противоречия движения коммунистического способа производства в его первой фазе». Ну, а мы назовем вот этот короткий, но систематический курс таким образом «Противоречия развития социализма». Ну, я думаю, что все понимают, что в развитии есть две тенденции. Одна, на самом деле, есть движение низшего к высшему, но во всяком развитии есть движение от высшего к низшему. И поэтому, если кто-то в одноплоскосном таком разрезе это смотрит, и мне кажется, что ему все время должны сваливаться пироги и блага, но на самом деле, если он не готов к тому, что одновременно будут действовать негативные и отрицательные тенденции, он их не замечает, к этому не готовится, и так можно потерять социализм, который у нас был как первая фаза коммунизма. Вот, например, Ленин что говорил, что богатые жулики, тунеядцы и хулиганы, враги социализма, враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нервничание и всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением пирсоциализма. Вот мне как-то пришлось записывать ролик по поводу репрессий. В ответ гражданину Дудину на сайте Академии Смыслов Рога висит этот ролик, там где-то 40 тысяч просмотров, где я простую вещь объясняю, что каждый класс господствующий репрессирует своих противников. Что значит репрессировать? Пресс это давить, репресс это подавлять. Значит, скажите, пожалуйста, рыбовладельцы подавляли рыбов? Ну, само собой. Так, хорошо, владельцы отошли, феодалы подавляли крепостных? Конечно. Так, и что они делали с бунтовщиками, как известно? Да. Да, с Пугачевым, с Райзером Степаном? Все понятно. Так, буржуазия подавляла? Естественно. Подавляла. Ну, Ленин сидел в тюрьме и в ссылке был. Сталин сидел в тюрьме. И где только не сидел, и в каких только ссылках не был. Вот. Ну, а тут, пока социализм боролся со своими противниками, в том числе и с теми, которые прикрывались, так сказать, как личиной красного цвета и выступали, как вроде бы друзья. Он стоял. Как только он перестал подавлять своих противников, а у нас противников было много, и внутренних, и международных, внутренние международные противники собрались вместе и подавили социализм. Поэтому, с одной стороны, я буду говорить о социализме, который не просто в теоретическом плане есть, а он был у нас в социализме, начиная с середины 30-х годов. И контрреволюция у нас произошла в 1961 году, когда партия, которая называется коммунистическая, отказалась от главного марксизма, диктатуру пролетариата. А диктатуру пролетариата Ленин определял в двух местах по-разному. В одном случае, как классическую, так сказать, экономическую формулировку давал в Великом Почении, что диктатура пролетариата означает, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение класса. Есть другое определение. Сущностное. Это бытийное. А сущностное определение такое. Диктатуру пролетариата есть. Упорная борьба. Детское болезнь или из них коммунизм, он объяснял товарищам, приехавшим из других стран, где еще не было социалистической революции. Это упорная борьба. Кровавая и бескровная. Военная и хозяйственная. Педагогическая и администраторская. Против сил и традиций старого общества. Значит, вот мы с вами боремся против сил и традиций старого общества успешно и продвигаемся вперед. Потом, значит, кому-то в голову стукнуло, как, так сказать, Хрущеву, Суслову и другим, что не надо бороться против сил и традиций старого общества. Может быть, потому что они и есть. Силы и традиции старого общества, так сказать, тем не менее, состоящие в коммунистической партии. В Коммунистической партии все время были противники. Сделайте любую организацию, и там всегда будут эти люди, которые защищают совсем другое, противоположное, и себя не раскрывают до поры до времени. И вот вдруг партия принимает решение, классовая борьба прекратилась. Мы плывем против течения, но выключаем мотор, мы ничего не будем, винт не нужен крутиться, поплывем. И куда нас принесет? Нас принесет, так сказать, назад, а если мы по реке, в которой есть пороги, то нас разобьет о пороге, и все. Как Салин говорил, когда мы, так сказать, на порогах по Енисееву, если вы не нажимаете на весла, а от испугу смотрите, что сейчас нас разобьет, вот их и разбивают, и они пропадают. А те, кто начинают грести, они выплывают. Поэтому пока гребли люди при социализме, и партия гребла, и трудящиеся гребли, рабочий класс, и всех побеждали, и шли вперед. Не перестанете грести? Совершенно вопрос ясен. Поэтому смысл того курса, и главное, характеристики того курса, который я прочту, состоит в том, чтобы диалектически на это смотреть, а не на так. Не так, что устроено так, так, так. Да все устроено, но не работает. Знаете, как машина, в которой все есть, только мотора нет. Или мотор есть, но не включили. Или человек есть, но душа из него ушла. Ну вот, и остается его только похоронить. Ну вот, поэтому я буду говорить о таких известных, неизвестных совершенно всем категориях. И сразу хочу сказать, что еще Гегев говорил, что известно, и еще не есть от того позднее. Более того, именно то, что всем известно, кто будет изучать. Ну подумайте сами. Ну что изучать, это всем знают, всем это хорошо известно. И поэтому люди, так сказать, с детскими представлениями остаются до самых преклонных годов. Потому что они не проработали этот вопрос. Поэтому я буду давать определение тем понятиям, которые, ну, все слышали, и все, по крайней мере, всем они известны. Значит, курс у нас называется «Система противоречия развития социализма». Почему «Система»? Потому что не то, что вот это я увидел противоречия, а вот это и бегу между ними. А противоречия – это борьба против положения. Не знаю, за что хватиться, что затыкать, куда кидаться, что развивать. То есть они, на самом деле, вытекают одно из другого, и мы пойдем самым простым путем и самым, так сказать, принятым в диалектике, вообще в науке, от простого к сложенному. Начнем с простого и будем все более конкретно, конкретно и конкретно. То есть мы как бы одно и то же будем рассматривать. Но только одно и то же будем рассматривать все более и более подробно и конкретно. Вот это легче и запомнить и устно, если надо записать письменно. Мы это будем делать. Значит, сегодня, поэтому я буду говорить не вообще о каком-то большом противоречии, а о всеобщем противоречии развития социализма, которую можно его сформулировать, и потом оно будет проявляться в разных всяких ипостасях. И в таком, и в таком, и в таком, в том числе и в деятельности человека. Но давайте сформулируем, так сказать, главное, исходя из понятий, из такого понятия, из того, что называется социализм. Поэтому сегодня у нас лекция на тему всеобщей противоречия развития социализма, а о следующих занятиях мы будем это улыблять и расширять. Поэтому это просто, понятно, и периодически очень грамотно будет. Значит, что такое социализм? Надо сказать, что долгое время слово «социализм» играло роль, так сказать, скорее отрицательно. Социалисты — это те, которые отрицают капитализм. Если кто-то отрицает капитализм, вот его называли социалистом. Чтобы в этом убедиться, я вот буду ссылаться, чтобы вы могли взять пирочку и проверить меня в том числе. И себя заодно. Значит, коммунистический манифест. Что там Маркс и Энгельс делают? Они берут, кто выступал против капитализма. И берут и называют соответствующее учение. Буржуазный. Буржуазный. Нет, сначала феодальный. Феодальный капитализм. Феодальный социализм. Но феодалы, они же против капитализма. Капитализм у них отнимает землю, отнимает крестьян крепостных. Они против. И вот у нас и сейчас до сих пор. Кто против капитализма, думает, что это коммунисты. Это совсем не обязательно. Они, может, против, потому что не они там сидят, не они у корыта. Поэтому вот таких очень много. Это надо очень сильно разбираться. Или не они при власти. А сидели бы они при власти, да получали бы, скажем, в доме по 400 тысяч, а на пенсию пошли 300 тысяч. 80 процентов. 75 процентов от дохода по занимаемой должности. Их живут хорошо. Так вот, социализм в коммунистическом манифесте рассматривается сначала феодальный, потом мелкобуржуазный, мелкобуржуазный. Ее душит же капитализм. Правильно? Вот мелкий бизнес. Он же все время ноет. Как плохо. Тут плохо. Ковид опять все закрывает. Как люди могут прожить без ночных ресторанов? Я не знаю. Наверное, мы с вами все время сидим в ночных ресторанах и страдаем вместе с этим мелким нашим бизнесом. У нас в Ленинграде, ну, у нас же город куда все время приезжает. Туристов много, вот, а их там много, иностранцев. И всякой публике, которая, наверное, нас и заражает больше всего ковидом, они там, значит, кучкуются, причем ничего они там не соблюдают и так далее. А в итоге, так сказать, вот там закрывали, но теперь, слава богу, дескать, открылись и живем хорошо. Ну, мы как раньше не ходили, ну, в основном трудящиеся, как туда раньше не ходили, в эти ночные клубы, так и сейчас не ходят, и рестораны. Вот. Да и бы хорошо бы завтрак, обед и ужин сделать, и чтобы греча была в магазине. Но есть она пока. Это хорошо. Ну, вот, значит, буржуазный. Мелкобуржуазный. А мелкобуржуазный, а буржуазии. Вы видели хоть одного предпринимателя, которому нравился тот капитализм, который есть в России? Да нету никого. Нету ни одного. А вы думаете, что уже Америки, кому-то нравится, да они идут в другую партию. Если одна при власти, они в то идут. Если это при власти, они потом перекидываются, туда идут и так далее. Все время выступают против того капитализма, который есть. За что? А вопрос, за что они выступают. А за другой капитализм, где бы они там хорошо устроились. Вот и все. Поэтому и, наконец, появились социалисты-утописты, которые точно против капитализма, но они не собираются с ним бороться. Они просто хотят нам рассказать, как надо устроить жизнь. И мы, чтобы это и устроили, и все было бы хорошо. Сен-Симон, Фурье и Оуон. Очень они интересные, очень полезные, позитивные. Из их учения тот же Маркс, тот же Энгельс, а потом и Ленин взяли, так сказать, некоторые очень ценные мысли, идеи. Но они свое учение не связывали ни с какой общественной силой, которая к этому приведет. То есть вы знаете, какие прекрасные... Ну, как про рай-то написано и в Библии хорошо, там райские яблочки, и вообще, так сказать, нет никаких особенных проблем. А дорога такая, ну, как вот помрете, полетите в рай. Поэтому сейчас нужно сделать богатым, а они хорошо, потому что у них грехов очень много. Потому что им там нечего туда стремиться, потому что они в ад попадут. Ну, а вы-то что, так сказать, вы можете тут и пострадать, зато вечная вам, вечная благодать будет. Вот поэтому, значит, религия тут сразу, значит, подсуетилась. Она не против капитализма, но она успокаивает народ. Как говорится, вас собираются усыпить. Вот, и чтобы вы не дергались, вот вам объяснят, что на небе вам будет хорошо. Поэтому вот все это социализм. И там уже Маркс уже в коммунистическом минифесте говорит о том, вместе с Энгельсом, что вот появился коммунизм как течение. Вот в своих произведениях, которые противоположны были вот этим всем социализмам, таким, которые являются просто отрицанием капитализма, то есть не носят чисто или отрицательный, или утопический характер, такой мечтательный характер, Маркс и Энгельс противопоставили коммунизм. Коммунизм. А что такое коммунизм? Очень простое понятие. Коммунизм означает общий. То есть, вот была все время, значит, собственно, сначала была первобытнообщинная, общая, на землю, и все вместе работали. И, так сказать, был матриархат, и было все хорошо. Ну, дрались одни общины с другими. Там убивали, конечно. И вот он разложился, потом пошел патриархат, и уже этого общего не было. И три, можно сказать, формации, три способа производства были построены на частной собственности. Это рабовладение, которое, как вы понимаете, дало много положительного, я имею в виду, было в футболе развитой науки, искусство, мышц, скажем, тоже и в Клипт, когда творил, так сказать, и рабовладение, и апифагор, и так далее. То, что мы даже изучаем в школе. Вот. Значит, рабовладение, феодализм, капитализм. Поэтому можно это для простоты. А мы еще с вами какую задачу имеем? Не просто вот вы меня послушали, а хорошо бы и запомнить. Ну, чтобы запомнить, считайте, это одна общественная формация, сейчас на собственническая. Просто она состоит из трех таких этапов. Рабовладение, феодализм, капитализм. Значит, была общественная собственность, все было общее. Потом раз, людей тогда, представители другого племени, убивали, толку от них нет никакого, потому что они сделали только то, что нужно для их прокормления. А надо их сторожить, они теперь еще и убьют. Поэтому их убивали. Как только они стали делать столько, что можно, они будут работать, а я буду отдыхать, Ну, тогда, ну, они же проиграли. Проиграли. Так кто проиграл, тот и работает. Если я бы проиграл, ну, я бы работал у них рабом. Ну, Сергей Андреевич, я проиграю, вы у нас рабовладелец. Вы проиграете, ну, я рабовладелец. Так и будет. И вот, так сказать, на этом построено, началось царство частной собственности. Это первое отрицание коммунизма. Потому что был первобытный общинный коммунизм. Когда люди думают, а возможен ли вообще коммунизм? Да. Мы 90 тысяч лет прожили при коммунизме. Ну, не мы с вами лично, но люди прожили. 90 тысяч лет прожили при коммунизме, при первобытной общинной собственности. Она общественная была. Не так, что вот разделились, это мое, это не твое. Вот. Затем частная собственность, а потом, вот, наверное, люди вот это знают из диалектики, что есть такой закон отрицания-отрицания. Первое отрицание, это частная собственность вместо общественной, и второе отрицание, как говорил Маркс, бьет час капиталистической эксплуатации. Экспроприаторов экспроприируют. Вот те, кто у нас все отобрали, и у трудящихся их, у них теперь все отобрали, и сделали общественную собственность. Вот это называется уже переход снова к коммунизму. Ну, а как этот, чтобы перейти к коммунизму, наверное, вы понимаете, чтобы даже дорогу перейти, надо, во-первых, двигаться осторожно, а во-вторых, желательно на дороге у машины не стоять, даже если вы идете на зеленый свет. Многие на зеленый свет, которые шли, они потому что думали, если я иду на зеленый, ну, там же идиот может проехать, который с большой скоростью мчится, и для него ничего не значит этот светофор, он заплатит, если что. Ну, и, так сказать, несчастный случай, как говорится, вам не повезло, поэтому надо понимать, что во всем вот этом историческом развитии, которое, так сказать, в превращении снова частной собственности в общественную, была большая борьба. Эта борьба и называется социалистической революцией. Или лучше назвать ее коммунистической революцией. Почему? Ну, потому что, какой способ производства и какая формация общественно-экономическая наступить должна после того, как мы установим общественную собственность. А это был длительный процесс. В 17-м году у нас была революция социалистическая, да, октябрьская. А сколько потребовалось того, чтобы у нас вместо пяти укладов экономических сделать один? А пять было таких. Первое. Это патриархальный уклад. Вот я раньше сам картошку сажал, огурчики сажал, корова у меня есть, подсолнечник у меня растет, так. Я, например, у меня прабабка, значит, исчезала, у нее была конопля, из конопли веревки я мог ее делать. Она длинная такая, я поломаю, и раз-раз себе нужную веревку сделать тут же. То есть, все можно тут делать. И необходимо первое, то, что нужно, сапоги свалять или полотно сделать. Это все делали сами. И что нужно? Соль и масло выдавить. Муку желательно отвезти один раз это свое зерно на мельницу и смолоть. Вот патриархальный уклад. Как жили, так и продолжали жить. Пока там революция в городах, Ленин, партия, знамена, крестьянин живет, все и живет. Второй уклад это мелко-буржуазные. Никто почти не знает, я, поскольку преподавал много в Ленинградском университете, у меня твердые очень данные, что никто из студентов не знает, что такие мелкие буржуазные. Вот мелко-буржуазие. Это не маленький буржуй. Мелко-буржуазие это мелкий хозяйчик, работающий на рынке. Чем он отличается от патриархального крестьянина? Тот ничего не выносит на рынок. Тот сам все съедает, а если вы к нему придете, то он вам подарит. Но он не занимается продажей. А вот мелкий хозяйчик, который своим трудом сам вырастет, сам сделал, сам выел, но начинает, да деньги надо, а потом, если деньги, можно уже не так, ее уже и делать. вот это мелкий буржуазие. Вот это мелкий буржуазие. Крестьяне, крестьяне российские, это, если мы возьмем батараков, это рабочие сельскохозяйственные. Так, есть полупролетарии, полубатараки, которые, и участок у них есть, и немножко они на рынках делают, но в основном они за счет того, что они работают на колонну кулака. Вот, а кулак это буржуй, но сельскохозяйственные буржуази. Ну вот, мелкий буржуазие, у нас страна мелкобуржуазная, мы жили уже при империализме, мы были на пятом месте в мире в 17-м году, но у нас основная масса трудящихся были мелкие буржуа. И эти мелкие буржуа не давали землю, единственные, кто пообещал им землю, это большевики. И не только пообещал, и дал. Поэтому тот самый крестьянин, которого погнали воевать с Германией, у которого была винтовка, и на всех фильмах, вы видите, все крестьяне ходят с винтовкой, никто их не боится здесь. Там Ленин идет с чайником, несет кипяток, а тут кругом все с винтовками, и он без винтовки не ходил, потому что не надо бояться человека с ружьем, как известно есть об этом такое высказывание Ленина. Вот эти самые крестьяне, раз за землю, они готовы союз заключить с рабочим классом. Мы заключили, и поэтому все попытки, все попытки как-нибудь покончить с советской властью, были разбиты в гражданскую войну. Она была тяжелая, и в то же время мы красные кавалеристы. И для нас, блинники, про нас, блинники, речистые ведут рассказ. Красная армия, белый ворон снова готовит нам царский трон. Разбили, короче говоря. Разбили, победили, и что? И у нас разрушенная, в разрухе, значит, это Россия, во время войны, как вы понимаете, хоть она победоносная, но потери-то были и в людях, и в разгром, в селах, в городах и так далее. Надо было все это строить. И вот начали это строить. Рабочий класс, который установил свою диктатуру, поставил какую задачу? Постепенно из этих пяти укладов, которые были, сделать один. Значит, что нужно для этого делать? Ну, патриархальные крестьяне постепенно находили рабочие места или в город, или в колхоз. Мелкие буржуа, крестьяне, в коллективное хозяйство. Колхоз, это не так, как вот сейчас у Грудинина, сделают кооператив. У него даже и не кооператив, у него акционерное общество закрытого типа, и он единственный собственник. Поэтому он дурака валяет, обманывает, что у него там имени Ленина. Да вы сейчас любое предприятие можете назвать именем Сталина. Нету никаких ограничений в гражданском кодексе. То есть вы должны выбрать, у вас будет ООО, ОАО, ООЗТ, или у вас командитное товарищество, товарищество на вере. Пожалуйста. А название выбирайте, как вы хотите. Вот мы, например, печатали газету «Народная правда» в газетном комплексе в ООО «ООО», ООО «ООО», ООО «ООЗТ», Санкт-Петербургский государственный газетный комплекс. Ну, сейчас они развалили газетный комплекс, и теперь мы через другие места печатаем. Вот такая штука. Значит, поэтому под коллективизацией понималось не то, что будет более крупный какой-то производитель товаров, вот, скажем, кооперативный. А эта кооперация будет связана со всем производством, с промышленностью, и промышленность дает трактора, комбайны, но она их не передает и не продает. Организовывает мы систему машинно-тракторных станций, и вот мы с вами заключаем контракт. Вы все, правильно сказать, делаете все работы ручные, а машинно-тракторные станции государственные делают все работы машинно-тракторы. И это вспашка, поранование, посев, уборка, значит, и дальше обмолот. То есть все, что требует технику, все это делается государственным путем. И заключается контракт между государством и колхозом. Значит, вы делаете, а мы вам обеспечим вот это и вот это. И тем самым все колхозы оказалось, что они действуют в общественных интересах, в интересах рабочего класса и всех трудящихся. В городах напрямую, а здесь через систему машинно-тракторных станций и контрактов. Поэтому, когда уничтожали социализм, вот Хручев начал с чего? Ликвидировал машинно-тракторные станции, продал это колхозам, колхозы все разорились, вся эта техника пропала, и все. Вот, значит, коллективизация в городах, индустриализация, значит, все безработные пошли на работу. Какие безработные введения? Требуется, 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 требуется. Значит, а у нас, когда была национализация, не все национализировали, не все. Поэтому капиталистам, ну, кто, надо же жить, надо как хозяйство есть, хоть капиталистическое, но давайте, ведите и продавайте. То есть, никто этих самых капиталистов, которых оставили после национализации, не трогал. Это был капиталистический сектор, законный. Ну, он конкурировал с чем? С государством. А как он конкурировал? Сначала хорошо, но потом, когда государственный сектор развился и стал в два раза дешевле продавать продукцию. Ну и что? Ну, сгорели эти самые капиталисты. Также сгорели НЭП-маны все. Поэтому они говорят, вот, как же так? Закрыли НЭП, а НЭП, а Ленин выступал за НЭП. А последнее выступление Ленина было, я верю, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая. Вот он на плену Моссовета выступал. Пойдите, откройте и посмотрите. Это же очень все легко проверяется. Но у нас народ доверчив, он верит этим жуликам. А жуликов развелось особенно, если журик владеет интернетом и создал себе блог. И вон там, что такое блог? Бузейка-берлога, из которой он вещает всякую чушь. Ну, это не значит, что кто-то все так делает, но в основная масса, она занимается оболваниванием, конечно. Еще и деньги получает на этом. Наверное, кто больше денег получает, то больше там, знаете, жудичей. Ну, вот такая, значит, картина. А индустриализация обеспечила крупную промышленность. Что у нас? Какой еще остался там уклад? Был уклад такой, госкапитализм. Это значит национализировали, а они не по плану. А еще нет никакого плана. Они делают, что раньше делали. Берут там, где раньше брали, закупали, продают, а себе устанавливают большие зарплаты. Ну, как наши сейчас крупные компании там. У них, допустим, 30 миллионов нормальная зарплата, месячная. 30 миллионов. А вы тут со своими, потому что они живут, большие люди. А вы кто такие вообще? Они кто? Они считают, что мы никто. А мы, на самом деле, считаем, что они хуже, чем никто. Они жулики. Они жулики, но это жулик систематическое. Когда оно систематическое, государством, так сказать, признаваемое, то вроде как он и не жулик. Поэтому Чубайс все знают, что он жулик. Но он уважаемый человек. А почему он уважаемый? Потому что в обществе, где царствует эксплуатация, уважают тех больше, кто больше ограбил людей. Если вы мало ограбили людей, вы не такой уважаемый. А если я больше ограбил, вот я уважаемый. Как вы понимаете? Все думают, надо же, вот человек наш. Вот он всего добился, у него и то, и то, и то есть, и так далее. Хотя в голове нет, но зато у него есть в закромах. Ну вот, когда наладилось социалистическое планирование, а это с 28-го года, считайте, у нас появились уже планы пятилетние, то у нас промышленность была по плану. И сельское хозяйство в это время, коллективизация, уже первая пятилетка пошла. И потом вторая. И у нас получился единый план, который подчинял все производству общественным интересам. Аскажите, пожалуйста, как называется такая система, когда подчиняется производству общественным интересам? Ну, так вот, социалистическое, коммунистическое. Коммунистическое. А почему? Потому что коммунист означает общим. Если это моим только интересом было, это поповский, так сказать, будет собственность. Если ваша, так, фроловская собственность. А если это для всех, общественная собственность на средства производства. То есть переходный период между капитализмом и коммунизмом закончился в середине 30-х годов. И вот тут начинаются первые грубые миллионные ошибки у громадного большинства. Когда у нас будет коммунизм? Армянское радио спрашивает. Когда будет коммунизм? Армянское радио отвечает. При коммунизме уже жили. Я пожил тоже при коммунизме. Я 45-го года рождения, до 61-го года пожил. Ну, мальчишкой. Вот мы с сестрой нам оставили три рубля родители. Сказали, сегодня мы не дома, идете вы в столовую, будете есть мы в Московском проспекте. Вышли, зашли в столовую. И первое, второе, взяли на эти три рубля, гуляли. Хорошо. Вот. Трамвай три копейки, торовейбус четыре копейки, автобус пять копеек. Сел на трамвай, приехал в дом пионеров. Захотел я пойти в кружок выпиливания. Пожалуйста, выпиливай. У меня тут такая хорошая есть такая шкатулка. Вот, которая дома лежала. Сестра мне ее передала, на даче лежит. А потом решил я заниматься зачем-то. Черт его знает зачем. В кружке художественного слова. Ну, я-то не думал, что я буду преподавать. У меня то сейчас и пригодилось. И там мы всякие скороговорки. Шик, колпак, да не по-колпаковски. И никак его не переколпаковать, не перевык колпаковать. Ну, вот, так сказать, тренировались. Все на пользу. Не нравится? Идите, так сказать, в спортивные занятия. Вы же получи, сломаешь, сдай, пожалуйста, обломки, получи новый. И так далее. То есть, жили мы, как говорят все верующие, как у Христа за пазухой. Особенно дети. Особенно ученики. И в портфелях у нас ничего не было никаких тяжеленных книг специально сделанных, потому что кто-то за это получил большие деньги. Было у нас дневник, четыре или пять тетрадок. Ну, и еще и всего. И никто с этими рюкзаками не шел. Ну, что делать? Как говорится, это вот был построен социализм. Что есть? Что был построен? Коммунизм. Поэтому, когда говорят, когда будет коммунизм, вот, надо сказать, у нас уже был. Поживните теперь при капитализме, чтобы, раз не сохранили то, что было, вот просто вот хлебайте. И вот, когда у нас начинается вместо пятилетнего образования высшего четырехлетний, и получаются у нас недолучки. И они там, где будут спецкурсы, там, высшие, так сказать, самые знания высокие. Вот. Все, идите, уходите. А если надо один год не преподавать, значит, надо уволить пятую часть преподавателей. Ну, так их не уволишь, они кричат живут, они все с Конором и с голосом. А мы очень просто будем присоединять вузы, там, три вуза соединим, скажем, а зачем вам три кафедры философии? Тогда вот этих, две кафедры долой. А три кафедры политиканомия зачем? Вот Институт Советской Торговли присоединили к Политехническому Университету. К Политехническому Торговли. А, ничего страшного. То есть, есть, так сказать, вузы, которые поглощают, вузы, которые сливают, и так далее. То есть, явное движение вспять. Ну, или, там, скажем, повышение цены. Это движение какое? Чтобы у вас отобрать больше денег. Правильно? Вот, Юрий Владимирович, вопрос контроля. Вы видели, что цены росли? Цены росли. Цены поднимают. Вот. Вот я чувствую, уже, так сказать, опытный человек. Никогда цены не растут. Их поднимают. Так же, как и курс доллара, и курс евро вырос, и его в результате сговора подняли, так сказать. Их повышают, да. Их повышают. Вот у меня есть ролик, называется, Михаил Васильевич Попов о снижении цен у Пучкова. Сегодня утром посмотрел миллион просмотров. Про снижение цен. Ну, потому что, ну, там я вот старался это объяснить. Ну, это простые же вещи. Если у вас производительность труда растет, значит, труда в одном продукте содержится все меньше и меньше. А цены должны отражать движение затрат труда. Или нет. Нет. Поэтому затраты сокращаются, а цены еще их поднимают, и тогда прибыль и от повышения производительности труда, и от повышения цены просто такого, административного. И в итоге они богаты, а вы работаете и работаете. Сколько бы вы ни работали, вам все равно это дело повысит. Вот такая штука. Или, говорит, мы вам сделаем, значит, индексацию. Что такое индексация? Это повышение зарплаты на тот уровень, который был в прошлом году. То есть никогда вам не повысят. Никогда зарплату не повысят, если только индексируют. А хотите, чтобы у вас было повышение, надо требовать там на 20% сверхинфляции. Вот такие требования. Я вот рекомендую товарищам, трудящимся, рабочим, профсоюзникам. Это требования нормальные. А что вы требуете, чтобы только вам индексировали? В законе написано об индексации. Возьмите Трудовой кодекс, там написано, государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. А чем оно гарантирует? А тем, что оно вам разрешает бороться. А вы не боретесь. Ну, не боретесь, вам не надо. Если вам не надо, так есть люди, которым надо. Вот они из-за своего, так сказать, прибыли борются. А вы же не боретесь за свою зарплату. Ну, и так и сидите, и получайте. Вот куда мы попали. Но мы жили при коммунизме. А коммунизм, вот в котором мы жили, он не совсем еще коммунизм. Он не полный. А какой? Потому что есть еще различия между колхозниками и рабочими, между городом и деревней, между людьми умственного и физического труда. Мы иногда говорим, вот мы много знаем, а вы мало знаете. Так я всю жизнь учился, а другие всю жизнь работали. Материальным производством. И у них возможности было для этого гораздо меньше. Поэтому не надо задаваться, если кто-то знает, скажи тебе очень спасибо этим людям, которые тебя кормили и поели всю жизнь. И вместо того, чтобы сказать им спасибо, они теперь используют свое образование для получения большего дохода. А некоторые еще глумятся или хорохорятся этим, так сказать? Ну, даже социализм, если мы возьмем социализм, вот при социализме есть неравенство. И классы еще не полностью уничтожены. То есть вот Ленин говорил в Великом Почине, что у нас уже, так сказать, уничтожены классы, но не полностью. Поэтому социализм есть уничтожение классов. Не уничтоженные классы, а уничтожение процесса уничтожения классов, превращение, ни деления на классы, ничто. Не прекратилось это дело. А пока, а пока это еще коммунизм неполный. И вот этот неполный, неразвитый, незрелый коммунизм называется социализмом. То есть коммунизмом называется общество, построенное на общественной собственности. Построили у нас коммунизм 18 лет строили после революции, 18 лет и построили к 1936 году коммунизм. Поэтому когда Хрущев там видно, сколько же надо обалванивать было людей, что когда говорят, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А прошлое поколение уже жило. У меня, у меня, так сказать, родители, вот мне сейчас 77 лет, у меня, так сказать, отец 25-го года, так они жили при коммунизме. Они жили при коммунизме, и мать моя жила при коммунизме. И я жил при коммунизме с 45-го по 61-й год. Мало пожил, но пожил, как говорится, вам хорошо, сейчас скажут, вы жили вон, устроились хорошо, а мы тебе, а вы надо было раньше родиться. Так что можно сейчас сказать по этому поводу? То есть, так а что это такое застрой неполный коммунизм? Вот на эту тему есть, люди любят краткое произведение. Вот я даю краткое произведение, которое, ну, вы, если будете оправдываться, что у вас нет времени, это не пройдет. Потому что оно такое краткое, что вы прочитаете «Критика годской программы» Карла Маркса. «Критика годской программы», в ней говорится, что это такой коммунизм. Социализм – это такой коммунизм. Но он говорит, что это социализм. Он говорит, просто тот коммунизм, который сначала появляется, это коммунизм с отпечатками капитализма, с родимыми пятнами. Понимаете, что такое родимые пятна, связанное с рождением? Вот с теми родимыми пятнами капитализма, коммунизм с родимыми пятнами капитализма называется социализмом. То есть, это плохой коммунизм. То есть еще не развитый коммунизм, не полный коммунизм. А вот полный коммунизм, развитый коммунизм, называется полным коммунизмом. А это не развитый коммунизм. Вообще Маркс слово социализм не употреблял. Не употреблял. Это Ленин употреблял. И уже привыкли так говорить, что социализм это вот коммунизм в первую фазу, а вторая фаза это уже полный коммунизм. Ну потом некоторые товарищи, которые плохо занимались, Маркса не читали, Ленина не читали, они уже, так сказать, думали, что когда-то будет коммунизм, когда все польется полным потоком. Ничего не польется, трудиться надо. Ничего не польется. Если классики упирали на производство, прежде всего, как самое главное, и на то, что все будут трудиться, а у нас тунеядцев не будет, то появились тунеядцы, и эти тунеядцы у нас взяли вверх. Кто такие капиталисты? Это тунеядцы, то есть люди, которые сами не работают, а нас заставляют трудиться. Но у нас демократия, я могу про них сказать, что они тунеядцы. Они ничего про меня не могут сказать, потому что они никто. А кто они такие? А я это знаю, а у них таких знаний-то нет. Так что то, что есть, у нас есть демократия, у нас не фашизм. Некоторым не нравится, вы просто не жили при фашизме. Так что у меня вот есть коллега, товарищ Шабусов, который родился в Белоруссии, в концлагере. Мама была в концлагере, он родился. Узник, малолетний узник в концентрационных лагерей. И вот Путин его с 70-летием поздравил, и 70 тысяч рублей ему прислал от имени государства. Тяжелое у нас было время, тяжелые годы, но мы же построили, только надо было поддерживать это дело и бороться дальше. Перестанешь бороться, все отберут. То есть социализм — это такой коммунизм, в котором еще есть родимые пятна капитализма. А это что значит? Значит, есть и люди, которые их выражают, и поступки, которые эти родимые пятна олицетворяют. Поэтому при социализме есть противоречие между его коммунистической природой и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма. Вот это название, вот это я прошу всех запомнить, что такое социализм. Социализм — это такой коммунизм, в котором есть его отрицание, связанное с этим выхождением капитализма. Если вы не видите этого отрицания, то вы — легкая добыча для антисоциалистических сил. Почему? Потому что там, где надо защищать, вы не защищаете. Там, где надо сохранять, вы не сохраняете. У вас все растощат, уничтожат социализм. Поэтому всеобщее противоречие социализма состоит в том, что вот есть коммунизм и есть антикоммунистическая тенденция, противоположная. Из чего она складывается? Из всяких разных действий. Вот я что-то неправильно сделал, сто раз я могу считать себя коммунистом, но если я сделал что-то неправильно, я этим своим действием усилил эту тенденцию. Она складывается из действий миллионов, так же, как и позитивные тенденции складываются из действий миллионов. Поэтому недиалектическое понимание социализма — это такое, что построили мы дом и в нем живем. Поэтому и говорят, строительная такая технология — построили социализм. Он не строится, он в борьбе создается, в борьбе против капитализма, против всех частно-собственнических укладов. И он строится через созидание коммунистических всех форм. Вот он был через индустриализацию, через коллективизацию, через культурную революцию создан, а не просто построен. Потому что, ну даже если вы дом построили, и в нем не подметаете, и его не обогреваете, он зимой у вас, там попадет вода, потом мороз, потом полопается, а потом развалится. Вот римские развалины у вас. Только от социализма останутся одни римские развалины. Так у нас, как у нас, сколько у нас кладбищ заводов сейчас? Тьма. Посмотрите, что происходит. Бросили их, и все. Те ушли, как говорится, те, кто организовали контрреволюцию, Хручев с компанией, как говорится, они ушли на пенсию, как говорится, получили хорошую пенсию за свои дела. А все это стало рассыпаться. Он сделал такой огромный завод был. Сколько этих делов есть делал по стране. Что сделали с ним? Ужас. Дескать, мы там построим. Но вы построите, а вы думаете, что вы не просто жить должны, у вас транспорт должен работать. А машины мы купим за границей. Вот сейчас купите за границей. Сейчас вам сделают такие условия, когда вы ничего не купите. А все старались купить за границей. Все, что мы делали сами. Поэтому Советский Союз был самостоятельной страной. А теперь говорят, вот мы четыре самолета у нас МС-21 должны были выпустить в этом году. И двигатели нам поставляют по-американски. Значит, два двигателя поставили, а больше не поставляют. Мы два самолета выпустим. Два самолета выпустят МС-21. Мы, Ержава, крупнейшая такая большая Россия. Самая большая вообще по своей территории. Мы выпустим два. А только в 2004 году нам удастся свои двигатели, наконец, а вы раньше зачем думали, что свои двигатели у вас появятся за год в 2004 году. Значит, что мы должны констатировать? Что раз есть противоположные тенденции, одна из тенденций – перехода неполного коммунизма в полный коммунизм. Это прогрессивная тенденция. А другая тенденция – это перехода неполного коммунизма. Куда? В капитализм. А не так. А не так, что здесь. Вот коммунизм построили. И сидите. Да вы, если построили, даже на столе будете сидеть. Потом, как говорится, у вас еды не будет. Стол развалится. Может быть, и дома ваша не будет. То есть, если вы будете просто сидеть, сложа руки, то, так сказать, все это уйдет назад. И всю жизнь, так сказать, все это время до того, как до 22-го съезда все время партии говорят, надо бороться, достаивать. А уже бороться не надо. Класса борьба прекратилась. Как хорошо. Ничего не надо делать. Нас, мы с вами пойдем без всякой борьбы. Поэтому вот это надо понимать, что вот это самое противоречие между коммунистической прерывой социализма и его отрицанием, связанным с выхождением из капитализма, рождает две противоположные тенденции. Коммунисты. Коммунисты не потому, что у них парк билетист, а потому, что они сообщают, за общее дело и за общие интересы выступают. Они поддерживают одну тенденцию, а другие поддерживают другую. Ну и при капитализме. Коммунисты это те, которые поддерживают тенденцию к тому, чтобы уничтожить этот капитализм и вернуться к социализму, к коммунизму. Сначала в первой базе, а потом во второй. И сейчас они коммунисты, скажем. Вот я вот, например, член рабочей партии России, сопредседателем идеологической комиссии. Спасибо, как говорится, нашему буржуазному государству, что у нас есть буржуазная демократия. У нас в Конституции записано, за которую, кстати, никто не голосовал, я был членом конституционного совещания, был на этом совещании, видел, как выносили товарища Слободкина, автора нашего проекта, советской конституции, потому что он, видите ли, около Ельцина прошел, его схватили охранники, потеряли его туфлю, и вытащили его в фойе. Вот. Так вот, за эту конституцию никто не голосовал. А голосовали, понимаете ли вы конституцию? Ну, если не понимаешь, сами понимаете, из танков стреляли по парламенту, а вы еще в парламенте, с вами еще легче разобраться. Поэтому никакого голосования, ни один человек не голосовал. Ну, потом у нас поправки были. Ну, вот за поправкой уже голосовал. То, что осталось в этой конституции, и за что проголосовали, хотя это не было голосованием, так сказать, за конституцию. Это так, как было народное, так сказать, такое голосование. И что мы получили? Мы получили, что у России нет господствующей идеологии. Поэтому вот, я, например, считаю, что господствующая идеология должна стать коммунистичной. А это ваше дело. Вы можете считать, что должна быть буржуазная. А кто-то считает, калерикальная, так сказать, власть попов. Это ваше дело. Так сказать, а мы организовываем коммунистические силы. Если мы их организуем, мы обратно, так сказать, сделаем снова социалистическую революцию, установим советскую власть и быстрее повторим, так сказать, то, что делали, и пойдем дальше. Ну, а если кто-то хочет помирать вместе со страной, ну, он может, так сказать, в этом году. А, наверное, вы видите, что они особенно хотят. И когда наши наступают, где бы они не наступали, появляются красные флаги. А красные флаги о чем говорят? Это всем понятно. Ну, красные же никакие не полосатые. Вот это противоречие. Значит, мы подходим к концу лекции этой. Почему? Потому что мы, значит, планируем с вами систему лекций. И, значит, будем смотреть, как это противоречие разворачивается. Оно разворачивается, во-первых, в производстве в самом, какое тогда производство коммунистическое, и что в нем выступает как отрицание. Потом, как это вот в классовой структуре, какое это у нас в обществу классовое, безклассовое при социализме. То есть, в неполном коммунизме. А потом, значит, вопрос о отношении противоречия между планомерностью и стихийностью, потому что рабочий класс план создает. Это он не просто, а раздельные противоречия. Одно в другое переходит. Вот. И надо управлять. А вы, наверное, систему управления представляете? Она рассадник бюрократизма, коммунизма, ведомости, семейственничества. И если вы не боретесь с этим явлением, ну, как вы понимаете, все это пропадет. Все даже вот это делается. Поэтому надо, чтобы в этой системе все звенья работали. И все звенья во всех звеньях шла борьба за коммунистические тенденции и против антикоммунистических. И это урок нам всем из этого нашего периода социализма, что наши поколения прошлые боролись, а пришли, так сказать, люди, которые сели у тарелки и говорят, давайте наливайте нам погуще щей. Вот если мы будем сидеть, и не только щей не будут наливать, и тарелку отберут, и ложкой стукнут вам по голове. И можно сказать, что и по делам, потому что вы, так сказать, забыли, что за все хорошее надо бороться. Жизнь противоречива. Если вы представляете собой будущее, то есть представляете собой позитивное направление, так и боритесь лучше. А если вы представляете собой щепку, которая, так сказать, болтается, не знает, куда приплыть, щепки всегда прибивает к обочине, на них все ногами наступают. А если вы ходите по баррикаде, когда идет классная борьба, то, я вас уверяю, вам будут стрелять и с той, и с другой стороны. Если вы хотите твердую позицию, то есть она какая надежная? Вот у меня, например, защищенная позиция. Я занимаю коммунистическую позицию, я ее всегда занимал, и все время ее отстаивал, и, так сказать, это закреплено в моих работах, выступлениях. И поэтому, у меня даже ничего, меня никто и не ругает. А что меня больше ругать? Я сам могу поругать, как надо, потому что у меня есть, как бы, что сказать, а что есть сказать у тех, которые занимались уничтожением Советского Союза. Вот мы должны, не важно, сколько нас людей есть, коммунистов, но мы представители интересов громадного большинства народа. А наши противники, представители этого самого жульнического меньшинства. Вот надо вот свою позицию понимать. А сколько нас пока? Ну, сколько? В общем, мало, потом будет больше. На этом я сегодняшнюю лекцию закончу, для того, чтобы ответить на вопросы, которые могут быть по этой лекции. Следующая лекция будет про противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью. Потом лекция про бесплатную природу коммунизма и еще не полностью преодоленное отделение общества на классы при социализме. Не полностью еще предъявлено. Потом противоречие между полномерностью и стихийностью. Потом противоречие между социалистическим характером системы государственного планового централизованного управления и элементами кривизма, бюрохотизма, ведности и мести. Но нас будет интересовать не только это противоречие, а как его разрешать в сторону, в направлении движения коммунизма, а не в направлении движения капитализма. Вот наша задача. И это надо вот запомнить. Потому что не можно что-нибудь забыть. Вообще надо понять одно, что если вы хотите получить лучше жить, надо за нее бороться. А если вы хотите, чтобы уходило дурное в жизни, надо против этого бороться. Если только против вы боретесь, никуда вы не придете, потому что негативная позиция ни к чему не ведет. Вы можете разрушить то, что есть, а ничего не построить. Поэтому надо все время иметь позитивную цель и бороться с негативом, с этой позицией, с передовой. Ну, абсолютно согласен. Кстати, да, хочу обратиться к нашим зрителям. Дорогие друзья, я обязательно под этим видео оставлю все ссылки на рабочую партию, на все движения и проекты, в которых участвует Михаил Васильевич Попов. И вы обязательно посмотрите. Более того, если вы захотите помочь, в том числе материально, проекту, который касается всех нас и касается напрямую нашего будущего народа, государства, пожалуйста, помогайте. Будьте уверены, что каждая копейка пойдет по прямому назначению. Я даже могу прямо сказать на какое назначение. У нас выпускается газета «Народная правда». Наши товарищи, члены партии, в пять утра встают, идут к заводам и раздают рабочим. И это делается, вот мы раз в месяц ее выпускаем, это делается на те средства, которые нам вот товарищи присылают. И на партийные взносы членов партии. Так что, если вы нас поддержите, я думаю, что вы поддержите не нас, а движение рабочего класса за то, чтобы мы свою жизнь улучшали своими руками. Так что, спасибо вам заранее большое. Да, я с своей стороны хочу, так сказать, тоже призвать хорошо подумать и все-таки, так сказать, если вам не безразлична судьба нашей страны и нашего народа, то поддержите обязательно, так сказать, хотя бы какой-то малостью и, так сказать, внесете свою лепту в большое и святое дело. Продолжение следует...